им привет айпи камера видеонаблюдения в этом случае поворотная для улицы но процесс именно сброса к заводским настройкам примерно у всех одинаков будь то камера для улицы будь то камера в другом корпусе для помещений которые имеют кнопки сброса к заводским установкам на кабеле бывают кнопки сброса имеется 3 отвода на кабеля бывает вариант что на кабеле два отвода под питание и для работы камеры по кабелю тогда ищите кнопку сброса именно там где находится слот для карты памяти также и в камерах для помещений в основном кнопки сброса микрокнопки такие маленькие рядом находятся с слотом под карту памяти независимо это будто камера с приложением айси си икс и майбута камера с приложением камхай с различными приложениями которых сейчас хватает в общем-то для видеонаблюдения удаленного видеонаблюдения с камер по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь зачем этот процесс нужен во первых когда мы его можем применить сразу это когда вы получили камеру из китая например посылкой или у кого-то купили ее а человек не сбросил ее к заводу соответственно она осталась привязана к его аккаунту в приложении тут нам понадобится сброс при сбросе обнуляются все настройки камеры к заводу также и пароли это главное если камера вдруг запаролена мы ее просто можем сбросить к заводу и пароль обнуляется второе когда камера начинает какие-то цирки вам показывать концерты то есть какие-то глюки проявляются как вариант камеру можно сбросить к заводу и также все настройки вернуться к заводским и вы заново можете настроить камеру под себя понятно что при сбросе камера полностью обнуляется она уже отвязывается от вашего домашнего роутера пропадает у вас на списке устройств на приложении в смартфоне то есть полностью обнуляется и процесс настройки камеры будет проходить заново вот как вы ее первый раз получили подключали так нужно будет процесс полностью пройти заново также кнопка сброса на некоторых камерах например айси си икс и май может служить для перехода в другой режим подключения именно несколько нажатий этой кнопки переведет камеру например в режим подключения напрямую к смартфону в режим точки доступа по этому поводу я делал видео отдельно это видео чисто по сбросу камеры к заводу ссылки на полезное видео все в описании или пишите мне комментарии обязательно дам ссылку на видео первое и основное условие перед тем как сбрасывать камеру к заводу она должна быть подключена питание камеры должно быть подключена камера запитана подключаю я ее ее же блоком питания тут уже независимо каким блоком питания вы подключаете но то есть чтобы она была у вас включена загружена полностью процесс загрузки камера загружается останавливается через несколько секунд или минуту мы можем делать сброс к заводским установкам в моем случае камера заняло вот такую позицию но скорее всего последняя из которой пропадала питание еще подождав немного действий никаких не происходит камера никуда не поворачивается берем кнопку сброса к заводским установкам которая находится в моем случае на отводе кабеля или же дублей я щая кнопка есть здесь если у нас у вас она одна открывайте заглушку и нажимайте ее какой-то тоненькой отверткой беру и нажимаю кнопку и удерживаю больше 10 секунд или же до на голосового сопровождения если камера у вас не имеет динамик соответственно голосовое сопровождение ждать не стоит а просто удерживаем больше десяти секунд раз два три четыре пять шесть семь вот в общем то примерно 10 секунд и камера сказала что заводку к заводу сброшены настройки и чтобы вы не отключали питание именно это важно камера должна перезагрузиться после сброса настроек что в общем то и происходит процесс калибровки проходит и камера которая имеет динамик говорит нам о том что уже она готова к подключению заново если у вас камера без динамика просто какое-то время подождите пока камера перегрузится будет она щелкать внутри и к фильтром вы это услышите если будут белые led светодиоды будет она ими светить если не поворотная камера просто какое-то время нужно подождать да вот даже ну пол минуты минуту подождали и потом камеру начинаем подключать заново в приложении в общем-то процесс сброса к заводским установкам произошел камеру можно подключать если же вам просто нужно сбросить камеру к заводским установкам и не подключая ее просто сделать ей сброс сделали сброс камера перезагрузилась прошла процедуру тестового режима и просто отключаете ей питание при следующем подключении питания камера опять будет проходить тестовый режим и будет говорить о том что она готова к подключению то есть сброшена к заводу это тот момент когда мы сбрасываем камеру кнопкой сброса в любом из приложений современных по отслеживанию камер в разделах информация об устройстве например есть раздел в самом низу перезагрузить камеру удалить камеру и вернуть к заводским установкам при этом камера подключена у нас и вещает в интернет это можно сделать удаленно произвести даже сброс через интернет если в домашней сети понятно в домашней сети и если вы зашли на камеру напрямую со смартфона также это можно сделать на расстоянии 10 метров именно способом с приложения в настройках приложения сделаем сброс такой способ без кнопки сброса актуален для камер которые не имеют кнопку сброса старые айпи камеры прошлого поколения не имеют кнопок сброса там если уже забыл пароль то тяжело эту камеру как бы вернуть к жизни поэтому пароли всегда записывайте чтобы не возникало таких проблем есть способы сброса также в домашней сети в приложении xmi и айсиси найти камеру по ip адресу зайти и обнулить пароль или обнулить саму камеру к заводу но прошлого поколения камеры бывает заходишь находишь написано устройство такой способ не поддерживает здесь уже конечно проблема на сегодня все показал вам процесс сброса к заводу камер имеющие кнопки ну и другие варианты вам рассказал по этому поводу буду делать и дальше такие короткие видео на сегодня все подписывайтесь в чат в телеграме общаемся там по теме видеонаблюдения люди делятся информацией кто что находит кто что пробует сам также заходит и делится приглашаю вас туда также с нами делиться кто чем знает ему может помогать на instagram подпишитесь фотографии выкладываю того что будет следующих видео и просто из своей жизни ну и на новый канал подпишитесь по путешествиям также создали специально чтобы радовать вас красивыми так сказать кадрами всем удачи и до следующих видео